Резкое падение курса рубля и подорожание доллара привело к росту цен на все товары и услуги, которые хоть как-то связаны с импортом. Уже говорят о резком подорожании практически во всех сферах. В Совете Федерации, правда, предлагают не паниковать, все равно это не поможет. А пока мой коллега Павел Ремнев пытался разобраться, что принесет кризис среднестатистическому россиянину и от каких покупок и удовольствий, возможно, придется отказаться насовсем. Смотрим. Ну вот, добро пожаловать. Теперь именно здесь ваш новый летний курорт. По заключению финансистов, колебания курса рубля сильнее всего отразятся именно на внешнем туризме, поэтому уже сейчас нужно собраться и начать прибираться на любимой, но некогда забытой даче. Незаслуженно забытой, к сожалению. Незаслуженно забытой, к сожалению. Как вдруг подорожание евро и доллара перечеркнули все планы. Сейчас получается отдыхать реже, потому что в связи со сложившейся обстановкой, ну, как бы мы не готовы платить дороже, чем мы привыкли отдыхать. Смотрю, что и знакомые, и друзья, как-то редко кто вообще влетает. Раньше и Новый год там привыкли отмечать за границей, а сейчас как-то все планируют дома в России. Стоимость проживания в гостиницах и перелетов растет практически каждый час. Оплачивать, к примеру, номер в зарубежном отеле нужно в валюте, а прогнозировать ее курс с недавних пор боятся даже в Центробанке. Тем более придется экономить тем, кто ухитрился купить путевки по старым ценникам. Рубль ведь упал не только по отношению к доллару или евро. Так, если, например, в Таиланде раньше обменивали один местный бат на один рубль, то теперь за один бат дают 2 рубля 7 копеек. А это значит, надо меньше тратить на экскурсии, сувениры друзьям и родственникам, да и в конце концов на еду. Вот сколько можно было всего купить в Таиланде на 1000 рублей до обвала рубля, а вот после падения. Внешний туризм сократится к концу года на треть, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Асауленко. Это станет причиной банкротства туроператоров по всей России. В Омске пока о ликвидации бизнеса никто не думает. Ольга, директор туристического агентства, уверена, рост стоимости пакетных туров в 2015 году будет, но небольшой. Но сокращается полетная программа. Из Омска нельзя будет улететь на Пхукет, в Эмираты и в Хургаду. Сильнее всего рост цен ударит по тем, кто привык отдыхать дешево. Что касается людей, которые привыкли летать по горящим турам, вот здесь, да, здесь будет большой провал на самом деле. Потому что таких цен, как там ниже себестоимости отдохнуть в Таиланде за там 15 тысяч на человека, конечно, сейчас таких цен ждать не стоит. Это будет выстреливать только вот в единичных случаях. Значительному числу россиян останутся доступными родные курорты, тем более, что до большинства из них можно доехать своим ходом. Впрочем, с этим тоже могут быть проблемы. Автомобили снова могут стать роскошью, а не средством передвижения. Агентство «Автостат» разделило российский рынок на три категории. Импортируемые автомобили, они могут подорожать до 25%. Иномарки, собираемые в России, вырастут в цене на 15%. А вот отечественный автопром, вероятно, покажет прирост всего на 10%. А пока в автоцентрах ажиотаж. В некоторых машины раскуплены на несколько месяцев вперед. В Омске контракты на новые автомобили подписаны до июня. И подорожание как раз коснется следующей партии. Цены будут расти, но они будут расти непропорционально курсу. Это уже тоже однозначно. То есть игроки будут всегда смотреть соотношение спроса и предложения. Потому что оно просто поднять цену и понять, что ты ни один автомобиль не продашь, ну это тоже бессмысленно. Подорожание, я думаю, будет постепенным. И оно все-таки будет отслеживаться. То есть оно не будет скачкообразным. Ну в смысле одноразовым. Оно будет от месяца к месяцу. Продолжение какого-то периода. Плюс 3-10%. Ну вот у разных брендах по-разному. Вполне реальное снижение спроса. Продажи упадут в среднем на 30%. А российский рынок могут покинуть некоторые бренды. Впрочем, крупные игроки готовы за него сражаться. Но не все могут позволить себе работать в убыток. Так, россиян может ожидать существенное подорожание в сфере мобильных устройств. Роман привык к дорогим телефонам. Он пользуется только смартфонами от Apple. И не собирается менять привычки даже в кризис. Я продукцию Apple использовал всегда. И буду использовать дальше. У меня был один смартфон. Есть второй смартфон. Я никогда не изменил данный планшет. Я не променяю ни за что. Никогда. Ни на какой-то другой марке. Даже если будет подорожание, я готов платить за качество. Потому что я давно это использую. Я готов урезать какие-то другие свои расходы. Калифорнийская компания Apple стала настоящей религией для своих пользователей. Но эти боги слишком жестоки к тем, кто в них верит. Цена на продукцию Apple в конце ноября выросла в среднем на 20%. Флагманский смартфон iPhone 6 Plus сейчас стоит почти 60 тысяч рублей. И это не последний неприятный сюрприз. 24 декабря компания нанесет очередной удар по кошельку покупателей. Подняв расценки еще на 30%. Следом растут цены на все мобильные телефоны. Даже самые доступные марки. На сегодняшний момент у нас уже идет четвертое подорожание. Вот по группе телефоны, смартфоны, планшеты. И я думаю, что пока курс будет расти, каждую неделю возможно подорожание в зависимости от курса. То есть на 5%, на 10%, на 15%. Для того, чтобы остановить падение национальной валюты, в Центробанке пошли на беспрецедентные меры. Повысили ключевую процентную ставку с 10,5% до 17% годовых. Впрочем, все еще есть шанс, что рубль хотя бы отчасти вернет себе утраченные позиции. Единственное, что может в данном случае помочь, это все-таки возврат к политике более жесткого валютного регулирования. Органичение и покупок, и продаж. Органичение возможности распоряжения валютной выручкой самостоятельно у экспортеров. И ограничение возможности доступа на рынок для не импортных, не товарных операций. Это один из способов, который достаточно, пусть он не простой, он не рыночный, он в какой-то степени не в том числе принципа рыночной экономики, но ситуация критическая. Тяжелые времена требуют решительных мер, но как быть, если падение курса выгодно экспортерам, торгующих за рубежом, за валюту? По мнению экспертов, именно в их интересах дальнейшее подешевление рубля. И судя по продолжающимся скачкам на валютном рынке, пока Центробанк идет у них на поводу. В проигрыше все остальные. А когда интересы 97% населения возобладают, покажет время. Павел Ремнев, Дмитрий Головко и Анатолий Серов. Новости 24 Омск.